ребенок рождается с ощущением что он и есть весь этот мир его необходимо убедить что за любым дискомфортом всегда будет следовать комфорт его состоянии комфорта и состоянии дискомфорта время меряется совершенно по-разному границы всегда дают безопасность и и границы это универсальный способ снять тревогу психика ребенка настолько мудра то есть если мне чего-то не хватает я сделаю так чтобы это получить всем привет эта лекция откуда берутся взрослые которую психоаналитик алена орехова выпускает вместе с битрикс24 в первом выпуске алена расскажет о стадии развития ребенка от рождения до трех месяцев как формируется доверие к миру из-за чего люди становятся оптимистами и пессимистами и в чем причины прокрастинации и синдрома хронической усталости обо всем этом в первой лекции откуда берутся взрослые сегодня начинаем наш курс лекций который называется откуда берутся взрослые будем рассматривать с психоаналитических позиций в ходе этого курса мы рассмотрим несколько психоаналитических теорий как развивается ребенок от рождения и до подросткового возраста поговорим о том как формируются фиксации в разном возрасте и как выглядят взрослые люди оставшиеся психологически на том или ином возрасте поищите себя в разных возрастах своих родственников будем говорить о том да то есть действительно откуда же берутся взрослые и взрослые ли они на самом деле и что вы можете сделать для того чтобы ваши дети впоследствии стали действительно взрослыми и мы с вами рассмотрим первую стадию развития которая длится от рождения и до трех месяцев и называется эта стадия развития аутистическая слово аутизм наверно всем знакомо да только если это в медицинских терминах то это как бы отстраненность человека до внешнего мира а здесь это слово применяется несколько в другом контексте что ребенок рождается с ощущением что он и есть весь этот мир и любые психоаналитические теории рассматривают то как формируется психика ребенка с момента рождения непосредственно да что психика начинается структурироваться с момента рождения хотя уже в последствии после психоаналитических теорий есть огромное количество теорий которые говорят о том что да и то что происходит внутриутробном развитии оказывает огромное влияние на то да то есть как потом формируется характер человека на то есть об этом станислав гроф очень много говорил и писал своих работах о матрицах внутриутробного развития ну а если уже брать то есть эзотерические знания да то есть там вообще говорится о том что душа ребенка за 9 месяцев идет искать тех родителей да и делает что-то чтобы их объединить и родиться именно в этой семье для того чтобы пройти какой-то свой путь и все это имеет место быть вы можете верить не верить вообще вы можете верить во что угодно и я еще раз говорю мы начнем с момента рождения хотя конечно то что происходит во внутриутробном периоде тоже очень важно и я тоже могу бесконечное количество историй рассказывать о том то есть как люди вспоминают и все события которые происходили в их внутриутробной жизни и в этом нет абсолютно никакого волшебства и для этого даже не надо погружаться гипноз да потому что на уровне ощущений мы помним о себе абсолютно все вот с момента как только яйцеклетка со сперматозоидом соединились вот с этого момента мы помним абсолютно все просто помним мы это особым образом мы помним это на уровне ощущений и так как мы будем с вами рассматривать психоаналитические теории а все-таки психоанализ работает с бессознательным на котором впервые и заговорил зимон фрейд и за что ему да то есть огромная благодарность наверное от всех и последователей и все остальные теории да то есть он первый сказал о том что есть бессознательное и он сказал да то есть ну вот одну очень важную вещь в которую можно верить можно не верить но еще раз говорю на практике все это проверено уже сотни раз что мы думаем что мы очень умные да то есть и мы вот руководим своей жизнью до осознанно даст и знаем что надо делать но вот к счастью и к сожалению да то есть нашими поступками в большинстве своем руководит наше бессознательное и поэтому очень важно знать что в этом бессознательном происходит потому что да то есть ну вот на сознательном уровне мы там хотим все да то есть счастья радости и любви но почему-то ведем себя таким образом что в своей жизни получаем там боль страдания разочарования да то есть но не задумываясь о том что что то есть нашим бессознательным что толкает нас на создание тех или иных отношений на те или иные поступки бессознательное устроено так что в нем нет времени в нем нет прошлого настоящего и будущего бессознательном все происходит вот одна момента в один момент времени да то есть мы находимся и в прошлом и в настоящем и в И поэтому, когда человек проживает какую-то неприятную, страшащую его, какую-то травматичную ситуацию в своей сегодняшней жизни, вне зависимости от того, в каком он возрасте находится, если эта ситуация как-то на уровне ощущений напоминает ему какую-то травматическую ситуацию из его прошлого, будь то во внутриутробном развитии, будь то на любом периоде его детства, в этот момент этот человек и становится ребёнком этого возраста, либо эмбрионом того или иного срока беременности. И в этот момент, когда он становится этим эмбрионом или этим ребёнком, он, к сожалению, не знает, что эта травматическая ситуация закончилась. То есть он погружается в её проживание и испытывает этот страх, ужас, недоверие, и он не знает, что эта ситуация закончилась. И поэтому испытывает колоссальный страх, казалось бы, совершенно неадекватной происходящей ситуации. И, ну, к большому счёту, задача психотерапии, да, то есть разрешить те травматические ситуации и показать, да, то есть этому внутреннему ребёнку, который внутри у нас, у каждого живёт, что эта ситуация точно закончилась. И в этой ситуации он выжил. Ну, раз этот человек находится в сегодняшнем дне, в том или ином возрасте своём уже физическом, да, то есть, значит, тогда он точно справился с этой ситуацией. Мы поговорим сегодня о том, какие же это бывают ситуации и как с помощью родителей проживать эти ситуации. И если вы даже будете понимать, что что-то в вашем детстве было, да, то есть не так, как я об этом сейчас буду рассказывать, да, то есть в этом нет абсолютно ничего страшного, да, то есть, ну, вся эта информация нужна для того, чтобы вы на что-то могли опереться. И здесь нет никакого смысла, да, то есть винить своих родителей в том, что они как-то не так делали. Ну, в конце концов, если уж брать концепции, да, то есть эзотерически вы сами выбрали этих родителей для того, чтобы пройти ту или иную ситуацию, для того, чтобы и обрести те или иные свои качества, да, то есть необходимые именно вашей душе. И поэтому огромная им благодарность за то, что они согласились, да, то есть вот пройти вместе с вами этот путь и помочь вашей душе обрести именно то, что необходимо именно вам. Поэтому нет никаких правильно и никаких неправильно. То, как происходит, вот именно так и должно было происходить. И это наилучший вариант, который возможен для того, чтобы вы на сегодняшний день были тем, кем вы являетесь. Ребёнок родился, им, да, то есть родители, все близкие очень рады, а для ребёнка произошла самая большая трагедия его жизни, потому что 9 месяцев он находился в раю, в состоянии абсолютного блаженства, когда у него было всё и всегда. То есть не было никакой ритмичности, да, потому что не надо было дышать, потому что, да, кислород растворён в крови мамы и постоянно поступает к тебе. Не было голода, потому что, да, питательные вещества тоже через кровь мамы поступали постоянно. Не было ощущения, да, то есть, ну, каких-то резких перепадов там температуры, потому что всё время в константной абсолютно обстановке, плавая в этой тёпленькой околоплодной воде, покачиваясь в этой воде в состоянии невесомости. То есть, ну, это такое состояние абсолютного рая, когда нет никаких желаний, нет никакого дискомфорта. Всё абсолютно прекрасно. Ребёнок возьмёт абсолютно всё. То есть у мамы могут выпасть все волосы, обломаться ногти, раскрошиться зубы. Но у ребёнка есть всё и всегда. И вот из этого абсолютного рая ребёнок вдруг попадает в совершенно незнакомую для него среду. и у него есть полное ощущение, что всё хорошее, что было в его жизни, закончилось. Потому что у него ещё нет никакого опыта о том, что же будет дальше. И вот здесь самая большая задача мамы продлить вот это вот состояние того, что я и есть весь этот мир как можно дольше. Ну, и обычно, да, то есть, ну, вот первые шесть месяцев нужны ребёнку для того, чтобы находиться вот в этом вот слиянии с мамой и понять, что, ну, ничего не произошло. Всё осталось по-прежнему. За счёт чего? За счёт того, что мама все потребности ребёнка удовлетворяет в момент их возникновения. А так как ребёнок не воспринимает маму как отдельный объект, да, то есть у него дискомфорт возник, мама его удовлетворила. Но ребёнок же не знает, что есть мама. Он же весь этот мир. Он считает, какой я великий. Я захотел, и она появилась. Да, у меня дискомфорт возник, и она всё рассосалась. Боже мой, какой я великий. Я этот мир. И вот в этом состоянии абсолютного ощущения своего всемогущества ребёнок должен пребывать в первые месяцы жизни. И за счёт вот этого первого появившегося дискомфорта, когда ребёнок из состояния вот этого вот абсолютного блаженства, да, и абсолютного комфорта впервые сталкивается с дискомфортом, начинает формироваться первая структура психики, которая по теории Зигмуда Фрейда называется «Ид». «Ид» – это наше «хочу». И получается, что наше «хочу», наша вот эта вот мотивационная система формируется именно из дискомфорта. То есть в комфорте, когда у меня всё есть, и мне прекрасно, и великолепно, у меня не возникает никаких желаний. Но в этом нет развития. То есть ребёнок, находясь в утробе, дальше развиваться не может. И ему там становится тесно. И ребёнок же сам предпринимает попытку, да, то есть, ну, к рождению. То есть отхождение, вот, это, да, то есть знак ребёнка о том, что всё, мне здесь тесно, даже, да, то есть, ну, неосознанно. Потому что, ну, всё мироздание, оно развивается через расширение, через движение вперёд. И ему надо выйти из этой, ну, тесноты, хотя это очень комфортно. Там есть всё и всегда. И попасть в дискомфорт. И вот так и потом, да, то есть в нашей жизни, да, мы можем очень долго сидеть в каком-то абсолютном комфорте, в благополучии, но не иметь развития. И мы тогда сами начинаем себе создавать дискомфорт, который, да, то есть нас и подтолкнёт к какому-то дальнейшему развитию. То есть из состояния абсолютного комфорта ребёнок попадает в дискомфорт. И так как у него ещё нет никакого опыта, что делать с этим дискомфортом, его необходимо убедить, что за любым дискомфортом всегда будет следовать комфорт. И убедить его в этом надо, да, то есть, ну, сотни тысяч раз, чтобы он наконец-то поверил. Потому что в этом возрасте и формируется так называемое базовое доверие к миру. И исходя из того, как сформируется это базовое доверие к миру, люди делятся на два типа. Оптимисты и пессимисты. То есть формируется вот этот вот настроенческий фон, как я вообще отношусь к этому миру. И если все мои потребности удовлетворяются, если меня держат на ручках, да, то есть гладят, если у меня, ну, всё хорошо, и я большую часть времени пребываю в комфорте, да, то есть у меня формируется базовое доверие к миру, и я становлюсь оптимистом. А если мои потребности не удовлетворяются, да, то у меня нет базового доверия к миру, и тогда я пессимист. То есть для пессимиста счастье – это всего лишь маленький промежуток времени между двумя глобальными несчастьями, и тогда зачем я буду радоваться этому счастью, когда я знаю, что всё равно оно очень скоро закончится. И люди, у которых не сформировалось это базовое доверие к миру, они не умеют радоваться тому, что есть сейчас, потому что они живут в постоянном напряжении и ожидании, что это всё равно точно закончится, потому что так показывает их опыт, что ничего хорошего ждать не приходится, потому что всё равно потом будет полная жопа. а оптимист – это человек, для которого несчастье – это всего лишь маленький промежуток времени между двумя счастьями, и тогда я совершенно спокойно выдерживаю это несчастье, этот дискомфорт, потому что я на сто процентов уверен, что обязательно всё будет хорошо, потому что мне сформировали через многократное повторение этого опыта, что за дискомфортом всегда приходит комфорт, я в это поверила, и мне сформировали. Это базовое доверие к миру. И тогда я спокойно живу в дискомфорте, потому что я знаю, что это обязательно закончится и будет комфорт. Каким образом мама должна показать ребёнку и дать этот опыт, чтобы обрелось базовое доверие к миру? У ребёнка не так много потребностей в этом возрасте. Он в основном спит и ест. И вот это базовое доверие к миру и формируется через процесс еды, потому что в процессе еды нет особой задачи, хотя она тоже есть, удовлетворить голод. Потому что ребёнку не так много надо. В этот момент, когда мама прижимает ребёнка к груди, он просто вспоминает вот это вот ощущение внутриутробное. Через что? То есть он слышит мамино дыхание, он слышит биение её сердца, он слышит её голос, он ощущает её запах. То, к чему он привык, находясь в утробе, к этим вот ощущениям. И он возвращается к этому и успокаивается за счёт этого. И проводилось очень много экспериментов с младенцами. Ну, бывают ситуации, когда ребёнок остаётся без мамы. То есть мама заболевает, или, да, то есть, ну и трагические бывают ситуации. И когда ребёнку, который остался без мамы, то есть вот сразу с первых часов жизни ставили метроном с частотой биения человеческого сердца, ребёнок успокаивается, потому что этот ритм для него является успокаивающим. Если, допустим, там с мамой случается, бывает ситуация, ребёнка выписывают уже из роддома, там у мамы какие-то осложнения, она там остаётся в больнице, тогда ребёнка обкладывают маминой одеждой, чтобы он слышал запах. И вот о том, насколько мудр ребёнок и насколько он реагирует на всё происходящее, хотя нам кажется, ну что, он там только родился, он совершенно ничего не понимает. Всегда очень остро можно ощутить и вообще осознать, что происходит с младенцем, прочитав прекраснейшую книгу «Затаённая боль». Автор этой книги – Кэролин Ильячев, которая проработала всю свою жизнь в приютах для оставленных детей как психоаналитик. То есть если, допустим, в классическом психоанализе, о котором писала дочка Зигмата Фрейда, Анна Фрейд, говорится о том, что ребёнка можно брать в аналитическую терапию с трёх лет, то это вот английское ответвление психоаналитической школы говорит, что ребёнка с рождения можно брать в психоанализ. И там в этих приютах нянечки приносят на руках ребёнка на приём к психоаналитику. И психоаналитик рассказывает ребёнку, что с ним происходит. Там первая же история о мальчике, который родился в очень многодетной негритянской семье. И семья просто для того, чтобы он выжил, а не умер с голода, потому что они были очень бедными, ещё одного ребёнка им просто было бы не прокормить, они его отдают в приют. И через какое-то время ребёнок... Ну, сначала у него начались дыхательные проблемы, а в принципе синдром дыхательных расстройств он сопровождает практически всех отказных детей, потому что как срабатывает, да, то есть психика ребёнка, что там, где мне было хорошо, а было мне хорошо где? В утробе. А в утробе мне не надо было дышать. Ну, я же там не дышал, и я там не ел. И я из желания вернуться туда, думаю, что если я перестану дышать и откажусь от пищи, я попаду опять туда. И вот у ребёнка начинается синдром дыхательных расстройств, он отказывается от еды, и нянечка несёт его на приём к психоаналитику, где психоаналитик ему говорит, слушай, я тебя прекрасно понимаю, да, вот тебе, конечно, там было хорошо, и ты сейчас решил, что ты можешь туда вернуться, но я тебя должна огорчить, что таким способом ты туда не вернёшься, да, и если ты перестанешь дышать и перестанешь есть, ну, тебя просто не станет. Ну, там, в общем-то, дальше описывается, можете почитать эту книгу, да, то есть и всё, ребёнок возвращается с приёма психоаналитика, и у него восстанавливается дыхание, он начинает есть, и через какое-то время, через пару месяцев, он покрывается весь какими-то струпьями, и просто, ну, кожа начинает от него отваливаться. И ребёнка тоже приносит на приём психоаналитику, а, да, то есть она узнаёт у нянечек, да, то есть, ну, о судьбе этого ребёнка, что сейчас происходит, ищут ли родители, да, и нянечка рассказывает, что да, этому ребёнку подобрали семью, которая хочет его усыновить, и уже идёт подготовка к этому процессу усыновления, а семья белая, а он негритёнок. И, значит, психоаналитик говорит этому ребёнку, слушай, я понимаю, что ты хочешь очень понравиться своим родителям, которые хотят тебя взять, но для того, чтобы они тебя любили, тебе не надо менять свою кожу, они тебя полюбили таким. И тоже вот после этого приёма, да, у ребёнка восстанавливается кожный покров, он начинает выздоравливать. То есть вот, для чего я вам это рассказываю, предлагаю почитать эту книгу, да, то есть вот насколько мы недооцениваем, насколько мудр ребёнок, насколько он всё чувствует, понимает, и насколько важно ему рассказывать обо всём, что с ним происходит. Мама должна стать такой вот птицей-говорун, которая практически 24 часа в сутки разговаривает с ребёнком и рассказывает ему, что с ним происходит. Да, вот ты мой маленький, сейчас ты голодненький, вот смотри, сейчас я уже мою грудь, сейчас я уже тебя накормлю, да, то есть и он должен понимать, да, то есть что за дискомфорт, в каждый момент времени он проживает, да, то есть мама ему это объясняет. И в этом возрасте, когда формируется вот этот настроенческий фон, фон наше отношение к жизни, формируется так называемый аффективный блок. Что такое аффект? Аффект – это такое состояние, когда плохо всё, а что конкретно не знаю, да, когда ты проваливаешься в какую-то чёрную дыру. Вот ребёнок ещё дифференцирован, вот это состояние аффекта, да, то есть на разные эмоции, он не может. То есть если ему плохо, ему глобально всё плохо, и он всем телом проживает это плохо. Если хорошо, да, то есть это глобально хорошо. И вот очень важно, как заложится этот эффективный блок. То есть эффективный блок, он имеет несколько составляющих. и задача в том, чтобы все составляющие были прожиты, в эффективном блоке есть ожидание, получение и проживание удовольствия. То есть вот появился у ребёнка дискомфорт, он хочет есть, и мама даёт ему грудь, да, и ребёнок проживает эту стадию получения, и потом очень важна стадия получения удовольствия. И вот нарушения построения этого эффективного блока могут быть на всех участках. И первое нарушение, которое может быть в том, как закладывается этот эффективный блок, это в том, что затянувшийся дискомфорт убивает удовольствие от получения. И вспомните в своей жизни, да, то есть разные ситуации, когда вы очень долго чего-то хотели. То есть вот когда вы хотите что-то короткий промежуток времени, да, и получаете, у вас возникает радость. А когда вы чего-то хотели очень-очень-очень долго, и вы это получаете, а оно уже так сильно не радует. То есть вот можно это проверить, да, то есть на задержке дыхания. Когда вот немножко придушить, да, и потом через несколько секунд отпустить, вы вдыхаете, да, то есть и воздух, ну, вот просто кажется вам сладким, да. А когда этот процесс длительный, да, уже вот на грани потери сознания, даже когда отпускает, вы этой радости не испытываете, да, то есть вы продолжаете находиться в состоянии дискомфорта. И вот здесь вот очень важно, да, чтобы дискомфорт удовлетворялся в момент его возникновения. Почему важно, чтобы именно в момент возникновения? Потому что ребёнок, он не родился с будильником на шее, он не знает, да, сколько это времени. У него единственный способ измерять время через своё состояние. А в его жизни есть пока два состояния. Состояние комфорта и состояние дискомфорта. И вот в состоянии комфорта и в состоянии дискомфорта время меряется совершенно по-разному. Да, и представьте себе ситуацию, когда вы влюблены, идёте на свидание, да, то есть мама говорит, что, пожалуйста, в 10 часов вечера будь дома, вы за ручку ходите с мальчиком, да, всё прекрасно, на часы вы не смотрите, потому что у вас ощущение, что прошло 5 минут. Да, и когда испуганные родители начинают вас искать, ругаться, да, то есть звонить там где-то, и у вас полное недоумение. Как час ночи? Не может такого быть. Да, потому что ощущение, ну, что буквально вы 3 минуты погуляли и даже не успели насладиться этим процессом. очень мимолётно время в состоянии комфорта. А в состоянии дискомфорта время тянется очень медленно, да, и представьте, если кто-то болеет из ваших родственников, и вы сидите, да, то есть в больнице, и врач говорит, ну, вот сегодняшняя ночь решительная, вот как она пройдёт, от этого будет зависеть, или кризис минует, или уже сделать ничего невозможно. И сколько будет длиться для вас эта ночь? Да, она будет казаться вечностью. Потому что в состоянии дискомфорта время тянется очень-очень медленно. И вот почему важно в момент возникновения дискомфорта удовлетворить. Потому что для ребёнка, который только родился, и у которого ещё нет опыта, что за дискомфортом придёт комфорт, пять минут будут казаться вечностью. Это для вас прошло пять минут, а для него это целая вечность, потому что он не знает, он вообще выживет или не выживет. Да, то есть, ну, это мы, там, взрослые люди осознанные, там, думаем о том, где мы сегодня будем есть, с кем мы будем есть, что мы будем есть. У ребёнка идея одна, а вообще когда-нибудь ещё есть даду, ну, потому что он не знает, но у него нет такого опыта. И задача этот опыт создать бесконечным удовлетворением дискомфорта в момент возникновения. И слава богу, что сейчас, да, то есть, к этому пришла наша педиатрия, и сейчас, да, говорят все педиатры о кормлении по требованию. Да, то есть, потому что мы не знаем, как проходила беременность, как мама принимала решение рожать или не рожать, ругалась ли она с мужем или со свекровью во время беременности. То есть, уже какой настроенческий фон, уже внутриутробно заложился, и как уже сформировалось какое-то доверие к миру или недоверие. Кто-то может ждать сразу час, кто-то совершенно спокойно спит три часа между кормлениями. А какому-то ребёнку, который и в утробе был в дикой тревоге, ему надо каждые пять минут. Ему надо каждые пять минут доказывать, что за дискомфортом точно будет комфорт. И когда раньше педиатры говорили, нет, ни в коем случае, потому что у него ещё это молоко не переварилось, а уже следующее поступает, и там всё сворачивается, и там он срыгивает, и всё, да. Ему не еда нужна. У новорожденного ребёнка ещё нет чувства голода. Ему нужно вот это вот ощущение, что точно за дискомфортом придёт комфорт. И поэтому, если каждые пять минут, значит, каждые пять минут. Он должен поверить. Это доверие должно сформироваться. Я вспоминаю тот ужас, который, наверное, испытывал мой ребёнок, потому что у меня мама педиатр, и когда она говорила, что нет, только через три часа, и ребёнок орал, синел, но я смотрела на часы, у меня сердце обливалось кровью, но 15 минут ещё было до истечения трёх часов, и поэтому никак нельзя было давать ему бутылочку. То есть сейчас, конечно, понимаешь, почему все проблемы происходят. Поэтому кормление первые три месяца по требованию. И поверьте, когда первые три месяца вы будете кормить по требованию, и сформируется это базовое доверие к миру, ребёнок к трём месяцам совершенно спокойно сам выходит на вот этот вот режим питания раз в три часа, раз в четыре часа, и совершенно спокойно спить ночью, когда ему постоянно не надо подтверждать, что я не умру, и есть спасающий меня. Как я уже говорила, но он считает, что это он сам. В принципе, наверное, так и самооценка формируется. То есть если я всё время удовлетворяю свой дискомфорт, то я понимаю, что я на это способен. Следующее нарушение формирования этого аффективного блока выглядит таким образом. Когда наш дискомфорт удовлетворён, нам очень важно остаться в одиночестве. И вот это вот очень важная фаза формирования аффективного блока, что комфорт проживается в одиночестве. это небольшое время, но его обязательно надо выделить. И как это выглядит, да, то есть у младенца? То есть у ребёнка был дискомфорт. Вы его предложили к груди. Он наелся и откинулся. Закатил глаза, пускает пузыри, и ему в этот момент абсолютно никто не нужен. И вот в этот момент очень важно его не дёргать. Но так как в наше время наша медицина пришла к гипердиагностике, да, то есть, ну, раньше этого уже не было, да, родился себе ребёнок, родился, выписали его, то сейчас уже в роддоме сделают УЗИ всех органов, да, то есть всё перепроверят и очень любят ставить диагнозы под вопросом. Мы, конечно, вас не пугаем, под вопросиком поставим и будем наблюдать. И вот бедные, тревожные мамы находятся в постоянном напряжении, да, то есть, они же знают, что там должны быть глаза двигательные, рефлексы, да, то есть ничего много других. И вот начинается бесконечная паника и наблюдение за ребёнком, да, чего это он откинулся, язык высылал, глаза у него закатились, и поэтому надо постоянно его теребить и смотреть вообще он живой или неживой. И вот эта вот фаза, она срывается, да, вот это вот проживание, удовольствие. И потом огромное количество людей в своей жизни не умеют отдыхать. они находятся вот в этом постоянном напряжении, потому что происходит вот срыв, да, то есть вот у меня был дискомфорт, я получил, и мне надо расслабиться, отдохнуть, а я не проживала эту фазу, я не знаю, что это такое, и поэтому я берусь за следующее дело, делаю, и вот нет вот этой вот удовлетворённости и этого отдыха, ну и жизнь превращается вот в этот день сурка, бесконечный день сурка, из которого никак не выскочить. И поэтому очень важно тогда начинать прям вот искусственно формировать в себе новый аффективный блок, вот с этой вот фазой получения удовольствия, дробя дела на маленькие кусочки и проживая все эти фазы, да, напряжение, сделал, отдохнул. Потому что когда есть эта фаза, я могу выдерживать дискомфорт, ну, потому что я знаю, что он закончится. Когда этой фазы нет, дискомфорт становится бесконечным, и тогда я даже не могу приступить к какому-то делу. Вот эта вот прокрастинация, которая, да, очень популярна, да, и все о ней говорят, она, ну, я так, наверное, думаю, что она проистекает от того, что, смотрите, если мне предстоит какой-то очень большой объем работы, и я знаю, что мне на это надо потратить очень много времени и очень много сил, мне к этому просто не не подступиться, потому что мне так страшно погрузиться в этот бесконечный дискомфорт, что лучше не начинать вообще. Но это все равно, что ребенку, да, у которого вот не сформирован этот вот эффективный блок, сказать, что, ну, придешь из школы, сделаешь все уроки, и тогда пойдешь гулять. Для него сделаешь все уроки, это сто лет дискомфорта, это невозможно, и тогда я буду ходить по квартире, ковыряться в носу, я сразу хочу писать, какать, кушать, все что угодно, только чтобы не начинать делать уроки, потому что это просто что-то наваливающееся на меня огромное, бесконечное и беспросветное. И поэтому очень важно, да, то есть уча ребенка справляться с дискомфортом, сначала раздробить на очень-очень маленькие кусочки, ставить ему перед глазами будильник и говорить, смотри, вот, всего 10 минут, вот, когда стрелочка будет здесь, да, вот ты палочки попишешь в прописи, и все, вот, когда стрелочка будет здесь или там зазвонит будильник, да, ты встаешь, бегаешь по квартире, пинаешь мяч, делаешь все, что угодно, да, пока там будильник не зазвенит, потом еще 10 минут, и вот, когда у меня это раздроблено на маленькие-маленькие кусочки, да, я учусь выдерживать дискомфорт, потому что для меня есть обозримый комфорт, вот, мне обозначили, что сейчас будет звоночек, и там точно будет комфорт, и тогда я каждый раз могу терпеть чуть больше, да, и тогда такой ребятенок, который каждые 15 минут, да, то есть просил приложить его к груди, через 1256 раз, да, уже через 20 минут будет просить, а потом через 30, то есть он с каждым разом будет все больше и больше убеждаться, что точно комфорт будет, и тогда он ждать может чуть больше, чуть больше, чуть больше, а потом очень долго, и так же вы ребенка, идущего в школу, да, то есть можете через дробление на эти маленькие кусочки, показав ему, что ну точно будет комфорт, да, сначала ты 15 минут делаешь уроки, потом ты полчаса делаешь уроки, и точно так же себе, и там несколько лет тому назад по интернету ходил очень популярный метод, назывался метод помидора, да, то есть помидор, таймер кухонный, да, когда ты ставишь себе его буквально там на 15 минут, и выполняешь какую-то важную рабочую задачу, ровно 15 минут, не больше, и потом, да, то есть там 5-10 минут отдыхаешь, потом опять 15 минут делаешь, потом отдыхаешь, и вы точно так же можете себе сформировать вот этот вот новый эффективный блок, выдерживая этот дискомфорт очень-очень маленькими кусочками, потом вот как-то я читала, что вообще какой-то есть японский метод, они говорят о том, что вообще какое-то неприятное для тебя дело, и делай одну минуту. Я думала, что за одну минуту вообще невозможно ничего сделать, но когда я начала пробовать, оказывается, так можно так много, и ты когда себе говоришь, да всего одну минуту, да Господи, пожалуйста, за одну минуту можно вымыть раковину, за одну минуту можно унитаз вымыть, за одну минуту можно белье в стиралку запустить. И вот так вот потихоньку совершенно незаметно Но пребывая в дискомфорте всего одну минуту, делается огромное количество дел. Поэтому имейте это в виду и понимайте, откуда это проистекает. И следующее нарушение в построении аффективного блока – это когда дискомфорт мама начинает удовлетворять до того, как ребёнок об этом дискомфорте заявил. Потому что тоже маме так тревожно, и мама настолько сама не способна справляться с дискомфортом ребёнка, потому что она сама в этот момент впадает в панику и дискомфорт, что она, допустим, зная, через сколько ребёнок ест, боясь, что он сейчас откроет рот и начнётся этот ор, и она не будет знать, что делать, то есть она начинает уже сразу давать ему грудь или бутылочку. «Ребёнок ещё ничего не проявил, а надо полезть, проверить, а вдруг у него в памперсе что-то есть». И вот начинается вот эта вот постоянная гиперстимуляция, не дождавшись сигнала о дискомфорте. А какой сигнал может ребёнок подать о дискомфорте? Да, криком. И вот такая у мамы задача – сформировать грамотный, эффективный блок, дождавшись дискомфорта, дождавшись сигнала ребёнка о том, что он в дискомфорте, не ожидая сразу удовлетворить, а потом дать возможность откинуться и прожить в спокойствии и в одиночестве. То есть это удовольствие. Потому что вот как в первые три месяца заложится этот эффективный блок, вот так мы и пойдём потом по жизни. Вот именно с этим эффективным блоком. Как это может выражаться? То есть если мне затягивали удовлетворение, и я жил в дискомфорте очень долго, прежде чем что-то получить, я потом в себе тоже, в своей жизни, не позволяю легко и без всяких усилий получать удовольствие. Мне для того, чтобы себе что-то позволить, надо настрадаться и намучиться. И тогда я заслужил вот этого удовлетворения. И мы потом вот так вот и ходим по вот этой вот линии, так как она заложилась. Или вот я себе не позволяю отдыхать. Или если дискомфорт удовлетворялся до того, как он возник, а мы говорили, что только из дискомфорта формируется вот эта вот мотивационная система «ид» – наша «хочу». Как я могу что-то захотеть, если у меня не было дискомфорта? Если я его не почувствовал и сам не заявил о том, что у меня есть дискомфорт. И тогда у таких деток, у которых очень много, да, мамушек, нянюшек, и ему не дают попасть вообще в состояние дискомфорта, ребёнок ничего не хочет. У него нет вот этой вот мотивационной системы, которая рождается из дискомфорта. И поэтому здесь вот очень-очень грамотно надо, чтобы все составляющие аффективного блока были выдержаны. В этом периоде происходит ещё одна очень важная вещь. То есть Зигмунд Фрейд говорил о том, что мы рождаемся с каким-то базовым количеством психической энергии. И эта психическая энергия в эти первые три месяца должна распределиться на инстинкты. И по мнению Зигмунда Фрейда, у нас есть всего два инстинкта. Это сексуальный инстинкт и агрессивный инстинкт. Сексуальный инстинкт в понимании Зигмунда Фрейда, то есть это не про сексуальные отношения, сексуальность для него – это способность получать удовольствие от жизни. И вот как произойдёт вот это распределение на сексуальный агрессивный инстинкт, тоже зависит от того, насколько мама будет удовлетворять потребности ребёнка в момент их возникновения. И если меня любят, если меня держат всё время на руках, если я чувствую постоянно вот это слияние, то основная часть моего инстинкта упадёт на сексуальный, и у меня будет способность радоваться жизни, получать от жизни удовольствие. Если же этого не происходит, то понятно, что большая часть инстинкта упадёт на агрессивный инстинкт. Но вся проблема в том, что младенец, даже если у него формируется большое количество агрессии, не способен ещё в возрасте, то есть первых трёх месяцев, развернуть эту агрессию на внешний мир. И тогда он начинает эту агрессию разворачивать на себя. И тогда дети, допустим, от которых отказываются, то есть в очень раннем возрасте, они бесконечно болеют. То есть происходит вот эта вот аутоагрессия, саморазрушение. То есть этот инстинкт начинает разрушать себя, потому что наружу я его никак не могу проявить. Либо происходит такой механизм, он называется генерализованное торможение агрессии. Как это выглядит? Когда у меня очень много агрессивного инстинкта от того, что мои потребности не удовлетворяются, и я тогда беру оставшуюся энергию сексуальности и этой энергией затыкаю агрессивный инстинкт. И тогда у меня нет агрессии, то есть направленной на себя, у меня нет агрессии на внешний мир, но у меня и сил жить нет. И это такие вот апатичные дети, которые тихие, спокойные, они никому не доставляют никаких неприятностей, они ничего не просят, и у них нет никаких желаний. Всё-таки здоровый психологический ребёнок, это ребёнок, который постоянно носится, постоянно что-то хочет, ему всё интересно. То есть ты не просто не проявляешь эту агрессию, ты её даже не испытываешь. То есть вот это генерализованное торможение агрессии, оно настолько вот затыкает эту агрессию, что ты её даже испытать не можешь. Тебе всегда всё нормально. Но и сил жить нет никаких. И я вспоминаю, когда у меня сын подрастал, то есть годик, но он у нас разбирал всю квартиру просто до винтика. То есть просто ничего нельзя было оставлять, он где-то находил инструменты и просто разбиралось всё. И моя мама говорила, господи, ну откуда он такой взялся, что это за ребёнок такой ненормальный. Вот мамочка была идеальным ребёнком про меня. Посадешь её в уголочек, куколку дашь, через несколько часов пришёл, она в том же уголочке с той же куколкой сидит. Ничего не надо ей, ничего не требует, ничего не про... И я вспоминаю, я росла, и вот весь свой школьный возраст, у меня не было никаких желаний. А все куда-то ходили, что-то доставали. Мне вообще ничего не надо было. Я какие-то мамины старые вещи донашила, никогда ничего не просила вообще. То есть вот это вот, когда вообще нет желаний никаких. Вот, ну, что дали, то и хорошо. Да, купили что-то хорошо, не купили, тоже хорошо. Ну, с куколка сидит в уголочке, ничего не просит, никому вообще никаких неудобств не доставляет. Да? Ну, потом идёшь в психоанализ. Очень важно, да, удовлетворять потребности ребёнка первых трёх месяцев в момент их возникновения, чтобы адекватно распределился сексуальный и агрессивный инстинкт. Характерным признаком того, что у человека есть много внутри подавленной агрессии, является сейчас очень популярный синдром хронической усталости. Это когда с утра не встать. Почему с утра не встать? Потому что энергия психическая за ночь, да, то есть поднимается, и агрессия эта начинает как бы проситься наружу. Человек просыпается, но не готовый сталкиваться с этой агрессией. Он берёт всю энергию жизни, сексуальную энергию, задавливает ей вот эту вот прорывающуюся агрессивность, и утром не встать. Потом встал, да, плыл кошку, накричал на ребёнка, пошёл, поехал на работу, да, то есть по дороге всех водителей козлами пообзывал, пришёл, наработал, да, то есть на кого-то накричал, то есть разрядил немножко агрессии, и глядишь, к вечеру жизнь стала налаживаться. То есть это вот всегда характерный признак подавленной агрессии, что с утра всегда хуже, чем вечером. То есть нормальный человек к вечеру устает, да, а психоастенник с подавленной агрессией, он к вечеру только жить начинает, да, потому что он разрядил какую-то часть агрессии, и вот силы для жизни появляются. И когда эти силы появляются, да, то есть даже очень уставший, он не может себя уложить спать. Вот бродит по квартире, дела какие-то находятся, то есть такой человек может только вырубиться. Вот не настроиться лечь спать, да, то есть потому что надо кучу фильмов посмотреть, да, то что-то в интернете посидеть. Притом вот эта информация совершенно не нужна, он даже не может ответить, зачем он там роется, да. Ну просто так страшно погрузиться, да, чтобы вот опять вот эта вот агрессия начала подниматься, то вот он её всё время какими-то действиями разряжает, 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 пока, ну, не вырубится. Ну и потом, соответственно, вот с утра всё это заново начинается. Следующий момент, который очень важен в этом периоде, это то, что в первые три месяца формируются границы тела. Вот ребёнок в утробе 9 месяцев находился в плотном кольце матки, да, то есть он всё время был ограничен. Ребёнок рос, матка росла, и он всё время во что-то упирался, да, то есть взмах рукой, взмах ногой, да, и границы. И вот именно эти границы давали ощущение безопасности и вот этого вот спокойствия, в котором ребёнок в утробе и пребывает. И вот ребёнок рождается первый взмах рукой, ногой, и он проваливается в бесконечность. И вообще это очень страшное ощущение. Не возможность почувствовать границы своего тела. Потому что если ты не знаешь, где твоё тело заканчивается, за него очень страшно. Ну, это как бы вот если вы сейчас не знали, где заканчивается ваша правая нога, да, то есть на проспекте Мира, где-то или на Северном вокзале, там вообще поезд может по ней проехать. И вот ребёнок попадает вот в эту дикую тревогу от неощущения границ своего тела. И поэтому во все времена, да, то есть бабушки знали, что надо делать. Ребёнка первых, да, трёх месяцев обязательно надо пеленать. Притом это не такое тугое пеленание, которое было, да, то есть, ну, в советских роддомах, вот в котором, допустим, я и родилась. И так как по версии мамы, по одной из версий, я была недоношенной, потому что иногда она забывает, что она рассказывала, что я была недоношенной, и я уже была доношенной. Ну, теперь уже, в принципе, нет смысла в этом разбираться. Главное, что, скорее всего, да, то есть, ну, я какое-то время и находилась в каком-то медицинском учреждении вот в этом вот тугом пеленании. То есть, смотрите, либо отсутствие пеленания, либо гиперстимуляция, да, когда ты всегда с пеленут, вызывает вот это вот несформированные границы тела. И когда у тебя несформированные границы тела, ты не знаешь, где ты заканчиваешься, то, ну, вот я была, это просто там ребенок-катастрофа, потому что я сносила все вообще углы в квартире. Я все время в синяках. Я по сей день в синяках, при том я не понимаю их происхождение. Ну, потому что, ходя по квартире, я обязательно во что-то влетаю. И с прохождением психоанализа, конечно, ситуация значительно улучшилась, то есть я себя меньше стала травмировать. Но все равно по сей день, да, то есть там через раз, садясь в машину головой, я обязательно о крышу машины ударяюсь. Потому что ты не знаешь, где ты заканчиваешься. И это такое очень неприятное состояние, вот не ощущение границ своего тела, которое не позволяет, да, то есть тебе там не спортом заниматься, потому что я не могу понять даже, какую мышцу надо задействовать, чтобы то или иное движение совершить. То есть границы тела обязательно должны быть сформированы не только для того, чтобы вот не было потом этих ситуаций, да, бог с ним, что ты там спортом не можешь заниматься, а потому что это огромное количество тревоги. И границы всегда дают безопасность. И границы – это универсальный способ снять тревогу. И, как я уже говорила, если раньше это было тугое пеленание, то сейчас огромное количество приспособлений, которые позволяют ребёнку, да, опять ощутить вот это вот внутриутробное состояние, когда я знаю, где я заканчиваюсь. Да, сейчас вот эти коконы всевозможные, да, то есть слинги, в которых мама может, ну, просто 24 часа в сутки носить ребёнка на себе, и он всегда ощущает эти границы. То есть во время сна с помощью пеленания, с помощью вот этих маленьких люлечек нет возможности покупать эти все приспособления, просто скрутите из пеленок валики, да, то есть и обложите ребёнка вокруг, чтобы он всё время, да, и обязательно, да, то есть это как-то зафиксировать. А во время бодрствования это тактильный контакт. Кожа к коже. Ещё один важный момент – это то, как мама настраивается на появление ребёнка. Ребёнок – существо безинтеллектуальное, да, то есть, ну, он рождается, да, и пока единственная структура психи, которая у него появляется, это вот «ид», это только лишь «его хочу». Да, у него ещё нет эго, которому потом, да, то есть принадлежит иммунитет, оно позже гораздо сформируется. И поэтому задача мамы – научиться общаться и как-то понимать это безинтеллектуальное существо. Интеллектом безинтеллектуальное существо понять невозможно. То есть задача мамы к моменту родов – регрессировать на такое же безинтеллектуальное состояние. Поэтому не зря, да, женщинам предоставляется декретный отпуск, чтобы два месяца мама совершенно спокойно, ну, по сути, деградировала, да, входила вот в этот вот регресс и стала абсолютной дурочкой без каких-либо вообще признаков мышления, логики, памяти. И это совершенно нормально. Потому что только в этом состоянии мама на эмоциональном, на уровне, на уровне ощущений сможет понять. А для того, чтобы, ну, удовлетворять дискомфорт ребёнка, да, то есть, ну, надо быть очень чуткой и понимать, что с ним происходит, и по малейшим, да, то есть его проявлениям уже считывать, да, то есть, ну, какой это дискомфорт, да, что ему надо дать в этот момент. И поэтому, когда я раньше читала эти лекции на курсах по подготовке беременных к родам, на которые приходили всегда папы, и папы всё время спрашивают, а что вы всё время про маму, про маму, а вот как же папа, какова его роль? Я всегда говорила, роль папы позволить маме стать этой дурочкой, и создать для неё все условия, в которых она может регрессировать на вот это вот безинтеллектуальное состояние. Потому что, если этого не происходит, и маму забирают в родзал с рабочего места, и она находится в интеллектуальном процессе, и через несколько часов, да, то есть появляется ребёнок, маме надо очень быстро регрессировать, а психика, она не терпит быстрых изменений. Все изменения в психике должны происходить очень медленно и плавно. И когда происходит вот этот вот очень быстрый регресс необходимый, то психика может не справиться, и поэтому появляются послеродовые депрессии, послеродовые психозы, да, когда вот психике необходимо очень быстро входить вот в такое вот состояние. Поэтому вот так вот протекают первые три месяца жизни ребёнка, да, мы поговорили о том, да, что должна делать мама, как грамотно сформировать эффективный блок. И на следующей лекции мы уже будем говорить о том, как уже, начиная с трёх месяцев, мы уже можем состояние, да, то есть вот аффекты и дискомфорты переводить в различные эмоции. Это была лекция «Откуда берутся взрослые?» психоаналитика Алены Ореховой, которую она выпускает вместе с Bittrex24. Подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях и до встречи на следующей лекции. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...